В ближайшее время Казахстан начнет экспортировать грузовые локомотивы в Азербайджан. Почему отечественные электровозы так востребованы в других странах? Попытаемся разобраться в сегодняшнем выпуске. В 2014 году между электровозосборочным заводом и Азербайджанской железнодорожной компанией был подписан контракт на экспорт 50 электровозов. До конца этого года Казахстан планирует поставить приказ списка государства 8 грузовых локомотивов. Сегодня отечественный завод проводит тщательную работу в этом направлении. Сотрудники обращают особое внимание на изготовление и конструкцию каждой части локомотивов. Мы слушаем потребности клиента и выполняем их по возможности и в локомотивах, и в метро, и в трамваях во всем, что понадобится. Больше всего мы ожидаем от казахстанских и азербайджанских железных дорог то, что они расширят сообщения с соседними странами. Почему Азербайджан? Это очень динамически развивающаяся страна, которая очень многое сделала для шелкового пути, для его интеграции, развития и расширения. Казахстанские локомотивы собираются в соответствии со стандартами стран СНГ, но при этом учитываются и особенности страны, в которой они будут эксплуатироваться, в том числе географические и климатические. Электровозы для Азербайджана, к примеру, будут устойчивыми к высоким погодным температурам. Этот локомотив устойчив к жаре. Он был изготовлен под погодные условия Азербайджана. Когда приходят заказы из-за рубежа, мы производим сборку в соответствии с их климатом. В связи с тем, что у нас погода может резко похолодать или потеплеть, наши локомотивы устойчивы как к морозам, так и теплу. Для Азербайджана мы производим локомотивы, устойчивые к жаркой погоде. Партия электровозов для Прикаспийского государства имеет ряд технических особенностей. Это, как уже говорилось, устойчивость к температурам. Локомотивы способны осуществлять перевозки до 9 тысяч тонн грузов как при минус 25, так и при плюс 50 градусов по Цельсию. Максимальная скорость, которую может развивать этот железнодорожный транспорт – 120 км в час. При этом двигатель у машины энергоэффективный, а затраты на обслуживание минимальны. Сегодня мы выстраиваем коммерческие взаимоотношения с Узбекистаном, Грузией и Украиной. На данный момент мы в прямом контакте с Узбекистаном, обсуждаем техническую спецификацию. Также мы ведем переговоры с Грузией для возможности поставки грузовых электровозов с двойной системой. В середине апреля мы встречались с представителями украинских железных дорог для обсуждения наших следующих совместных шагов. Потенциал Украины очень высокий, так как их нынешний подвижной состав уже устарел. Украина в ближайшие годы планирует заказать около 400 электровозов. Локомотив предназначен для перевозки грузов на большие расстояния, поэтому во время долгой поездки машинист имеет все необходимые условия для выполнения работы. Его рабочую кабину стоит отдельно отметить. Для него это практически дом на колесах, ведь чтобы длительные поездки и большие расстояния не были утомительными, машинисту необходимо обеспечить комфортные условия. И они есть. Кабина спроектирована в соответствии со стандартами безопасности и является максимально удобной для управления составами. Около полугода мы собираем один локомотив с учетом всех изменений. Собрав однажды, мы можем переделывать в соответствии с погодными условиями страны. В сентябре планируем отправку в Азербайджан. Процесс сборки локомотива – работа непростая. Происходит все в несколько этапов в разных цехах. Специалисты каждого из них ответственны за свой участок работы. В этом цеху вся работа сконцентрирована на сборке возле локомотива. Передний и задний балок. Если не произвести точные замеры, то вся последующая работа остановится. Самое главное – здесь все верным образом собрать. Здесь работают два оператора. Им дается неделя времени, чтобы передать работу на следующую позицию. После того, как готов каркас, идет сварочное соединение частей. Один из важнейших процессов сборки. У грузовых локомотивов немалый вес, потому малейшая деталь не упускается из виду специалистов. Ведь если обнаружится неисправность после сборки, ремонт его займет немало времени и вызовет немало хлопот. В начале к нам представляется рама, в готовом виде рама. Затем приваривается боковая стенка, левая сторона и правая. Затем кабина. Все это, получается, обваривается. Устанавливаются все внутренние опоры. Затем производится выравнивание боковых стенок за счет магнита. С одной стороны ставится магнит, а с другой стороны производится подогрев горелкой. Тем самым производится выравнивание боковых стенок. После выравнивания боковых стенок, получается, выравнивается правая и левая дверь. Посредством шаблона тоже выравнивается она. Подогревается горелкой также. И вот и шаблон под шаблоном подводится. Затем это все после сварки и после выравнивания, это все дается контролерам ОТК, нашим инспекторам ОТК. Все, затем после сдачи заполняются все документации, и мы его отправляем в покрасочный сцеп. После сварочного процесса проводится отделка. Каркас локомотива промывается и очищается. Затем обрабатывается в специальной камере. Это необходимо, чтобы краска легко ложилась и имела хорошую сцепку. Затем мы помещаем его в другую камеру. Здесь происходит грунтовка, потом сушка и шлифовка. После шлифовки проводится шпаклевка. Делается это дважды, чтобы поверхность каркаса была гладкой. А затем производится лакировка. Труднодоступные места мы красим вручную и уже после этого сдаем дальше. Далее каркас отправляется в сборочный цех. В этом цеху есть два участка – кабельный участок и сборочный. С первым мы начинаем работу с обрезки кабелей. Здесь же собираются пульт управления и сборочный шкаф. Колумбас – молодой специалист. Получив диплом, она сразу же приступила к работе на этом заводе. Она владела всей спецификой сборочного цеха. На третьем посту устанавливаются трансформаторы, шкафы безопасности и катушки. После локомотив отправляется на четвертый пост, где идет проверка оборудования. Проверяют его на возможность замыканий. После отправляют на пятый пост, где крепят его в телегу. На каждом этапе идет тщательная проверка. После локомотив проходит испытание. Гарантия у электровозов – 40 лет. Это значит, что если в течение этого срока выявится неисправность, специалисты завода выйдут на ремонт в страну заказчика, чтобы ее устранить. Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, где собирают электровозы. На сегодня на совместном предприятии Франции и Казахстана для пользования отечественным железнодорожником выпущено 40 локомотивов. Завод в Ассане – одно из крупнейших предприятий в регионе. Его продукция востребована у зарубежных партнеров. Их привлекает высокое качество и конкурентоспособность. Стоит отметить, что отрасль железнодорожного машиностроения для страны новая. Но уже сейчас проекты, которые в ней реализуются, вносят серьезный вклад в экономику Казахстана. Редактор субтитров А.Семкин